Друзья мои, сегодня 24 января 2022 года, сейчас будем производить проверку пескунов. Поймал эту штук 15 пескунов и будем проверять их на вшивость. Ну, первоначально еще кое-что хочу показывать, значит, здесь есть пескун один, который я бы с удовольствием опять бы проверил, это от шоколадного голубя, вот он, где сидит, где сидит, он слабоватый, то есть по этому голубенку, это из пескунов тоже, я вижу, что он слабоватый, то есть, если я его сейчас выпущу, его корчика раздолбить моментально, ну, можете не раздолбить, но, по крайней мере, атака будет именно на него, потому что, как, допустим, остальные сидят, стоят, просто по форме, как стоят, да, тут, видите, он чуть-чуть нахопливается, что случилось, простыло, не простыло, там, то есть, просто вот, его песчалку я сейчас покажу, что в гнездах сидят, что так, понимаете, ну, по нему видно, что он чуть-чуть нахопливается, он на данный момент слабый, вот у нас очень часто путают понятие слабый и плохой, он не плохой пескун, это один из лучших голубей, дают бешеный выход столб, время, все четко, да, но на данный момент, вот на сегодня, он слабенький, поэтому сегодня я наоборот, его отсажу, посмотрю, что с ним случилось, если будет дальше слабим, я его уберу, просто вот по состоянию пескунов, значит, вчера у нас было тепло, плюсовая температура, с утра, где-то около минус 10 было, сейчас где-то минус 6-7 будет, сейчас посмотрим, какая температура вся. Влажность воздуха в Волгограде. Влажность у нас 6, минус 5, влажность 73%, 6 метров в секунду, значит, ночью у нас сегодня был снег, что такое снег, ну, мы же знаем с поклони веков, как только пошел снег, все охотники на охоту готовятся, Поэтому мы сейчас будем проверять охотников небесного, что получится и как получится. И запоминайте, дорогие мои, хороший голубь, это некрасивый голубь, это не тот голубь, который долго летит, красиво бьет, часто бьет, хороший голубь, это тот голубь, который всю зиму отлетал высоко, не крышу вышибал, с крыши на крышу перепрыгивал, как вот эта дурочка. Я сказал, сейчас он докормит, она докормит, я уберу. Я его даже никому не подарю. Не подарю. Почему? Да потому что плодить такое дерьмо, вот такое дерьмо. Для кого-то она может быть бомба, там, вон, там, эти, как там, сапожки или лохмочки, что-то на ногах, шеи, там, это, да, для кого-то она может быть бомба, но это брак голимый. Таких не надо плодить, таких, наоборот, надо убирать, чтобы больше такие не родились. Потому что именно из-за таких очень многие ребята отказываются же за голубей, потому что это невозможно. Вот она, когда, я думал, из моих пескунов прилетел, вот, по это, да, вот по кудолу, там, перо-щейка, которая была у меня, да, недавно, вот папа там. Думал, по нему из пропавшей. Нет, просто был похожий, потом у него шпора на ногах, когда пошли, ну, у меня таких только один голубец, кофейный голубец, вообще. Вот, понимаете, его, да, вот этого, ну, как бы, сапсань не возьмет. Почему не возьмет? Ну, потому что она высоко не поднимается, она с крыши на крыша, круга бегом голубец. Да его и тетер тоже не возьмет. Ну, потому что это хлоп голимый. Вот эта голубка, это хлоп голимый. Пусть она красивая, да, там, но это хлоп. Ну, нельзя таких голубей держать и кормить, и кладить. Ну, неправильно. Надо что-то хорошее. Да, да. И вот голуби, которые всю зиму отлетали, не пропали и остались живыми, понимаете? Вот это считается хорошим годом. Ну, сейчас будем проверять, хорошие ли эти пескуны или нет. Хотя очень многие, как бы, в этом возрасте голубей не пускают, потому... Вот декабрь, там есть и власти пескуны, пару штук в фибрете, ноябрьские. Все тут пескуны. Сейчас на паузу поставлю и выйдем. Так, ну, чё, вот я их вынес. Ну, видите, снег пошел, там я уже почистил. Свежий снежок, солнце против голубей, как у нас всегда говорят. Вот он со стороны солнца пришел, поймал, ушел. Они сейчас посмотрят, как эти курочки поведут себя. Всходу не пошли? Отсидятся? Я пока на паузу не поставлю. Сейчас, что-то вернее. Ну, ты чё, дурачок на провод сел? Ветер неплохой, хороший ветерок. Так, сейчас я повешу эту. Ну, чё? Чудики? Пойдем копчиком заразить. А нет, тут мне 6 метров в секунду ветер. Тут намного больше, друзья мои. Ну, давайте. Пойдем. Смотрим, у нас только вы тупые или умные. Мы сейчас только так будем проверять. Давай. Давай, небо. Не хотят. Мелости ходят. Что ты не видел? Скорее всего. Скорее всего. А ты чё, самый хитрый, что ли? Самый хитрый? Не хотят. Не хотят. Но поднимем настыр, ничего страшного. Потому что мне надо проверять, из кого из них я буду себя оставлять. Из кого? Кого из них я буду оставлять? Вот они. Пока были солнце. Солнце, солнце плохо. Это поставлю на паузу. Это на улице, наверное. Так, сейчас чуть потяну, чтобы видно было. Вверх не ведут. Вверх не идут. Ну, в принципе, ветер давит вниз. Тут уже и так понятно. Там один-двой скинули. Опять что-то не пошли они. Не идут. Не из-за того, чтобы летать не будет. А из-за того, что-то они видят. То есть, как я всё время говорю, твой соперник может работать с тобой ровно столько же на рынке, сколько ты ему позволишь. Если позволит, будет работать. Ну, вы видели эти пищалки. Эти, да, пескуна. Они даже пищалками. Он двое одели там. Они пищалками даже рвали в небо. А что происходит? А происходит другое. То, что птица чувствует опасность. Ну, я пока на паузу поставлю. И попробую дождаться атаки. То, что атака будет однозначно. Безусловно. Только через сколько будет, не могу сказать. Через сколько. Либо Сапсану надоест нам или Тетера ждать. И будет он атаковать уже вынужденно. Либо голуби дадут ошибку. Ну, Ивана тоже пока что-то я не вижу. Вот они. Поставлю на паузу, подожду. Что интересно, смотрите. Голуби летает со стороны Солнца. Не против Солнца, а со стороны Солнца. Это уже один плюс. Хотя они и на Солнце прекрасно все это видят. Что-то я копчика не вижу. Странно как-то. Он уже давным-давно должен был быть здесь. Вон там белый херачит. А я другой. Походу, ничего не получилось у меня. Походу, ничего у меня не получилось. Я не виноват. Копчик это не собака, чтобы команда чужой дать, и чтобы он кинулся. Он должен сам убедиться. Но то, что птица творит, вы уже видите. Дикарь пошел. Может, еще и там. Со стороны Солнца. Что-то ясно. Могу снимать. Тихо. Тихо, тихо. Солнце заходить. Блин, солнце у меня в глаза. Прям как крытые глаза. Я ничего не вижу. Очень честно. Неудобно мне их снимать. Но у вас вверх один как бы. Это ведь ладно. Вадим, вадим, вадим. Может, оттуда что получится бы снимать. Так, куда он делся? Блин, как высоком в подлости. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Это Тетяр, по-моему. Вот он пошел. Может, я знал, что будет. Блин. Видишь, что? Ну, даже и пришел, я, по-моему, его толком и не нашел. Прям, видите, он херачит. Эти скинули уже. А что, вон там наверху есть еще. Все, ушел, по-моему. Не знаю, я его зацепил и зацепил. Но солнце мне не дает его снимать. Ладно, поставим на паузу. Еще раз этих, наверное, старых, ну, с креста вина. Пусть придет. Не, не подается. Не хотят они вверх давать. Там кое-кто есть наверху. Может, на него будет. А эти не хотят они. Не хотят. Почему? Потому что они прекрасно знают. Поэтому... Посмотрим. Может, на другое сейчас по городу... Сколько? Двадцать четыре. Двадцать четыре, шесть... Десять... Один четверо еще в небе. И в пятнадцать шесть. А мы даже идти пока и не сели. Что-то важно дикарить. Так. Четыре восемь сидят. Дикарь, дикарь, дикарь... Но где он, я не бежал. И он, где он, я не бежал. Понимаете, мгновенно это чисто. Так, да. Удача поймал ты его или не поймал. Такого типа. Это сам сам бешеный. Это просто нахуй. Дождава. Так. Вот что-то зацепил. Но я не могу его... Даже не могу понять, что это. Копчик или голы. Что-то, что-то. А, это дикарь, дикарь. А, нет. Дикарь. Не вижу. Я его не вижу. Десять-двенадцать штук. Сидят троих. Не могу трогать. Трескать. Здесь у нас тут постоянно пауз. Здесь ж сильный очень. Да. Вот что-то другое зацепил. Вот она. Это орел, по-моему. Вот толпит его. Вот у него, дорогие мои. Вот. Телан, постарел. И этот машин упал. Вот так вот. Теголуга по барабану. Они сидят. Они даже не реагировали. Надеюсь, что вытворяется. И вот эти балбесы, которые уничтожают ворон. Вот смотрите, кого вы уничтожаете. Идет. Как можно... Я не удивлюсь, что вы родители поубиваете. Потому что они вас мешают. Дом наследства во время не достается, наверное. Есть такая категория дружбы. Вот. А, видите. Пароны. Пароны, которые, говорит, голубей берет. Они не берут, они вам помогают от хлама избавляться. Вот он. Ну, что-то, вот этот балбас большой. Да, куриколу эти тоже берут голубей. Вот так. А что-то пошло. Не знаю. Тех-тераих я пока не могу находить голубей. Ну, небо то, что кищит. Просто понимаете уже. Вот там, что там пошло. Атаки пошли. Тех-тера. Вороны. Хрен я узнаю. Ну, там явно не орел. По-моему, тетер обьет. Ворона. По-моему, ворона тетер обьет. Ну, как бы вот так. Я зайду там, и уже все. Не могу позже выйду, если что-то выйдет. Вот так. Итак, я весь день их покоя не буду давать. Весь день я буду периодически вот этот чубатарий сходить. Скинула весь день, периодически буду вот я выходить и поднимать их под танк. Вот только так. Для отбора тех голубей, так называемых маточников, которые у нас ребята говорят, маточник, маточник. Маточник он должен доказать постоянно, что они имеют право на потомство, а не просто все. Все ладно. Пуше продолжим, наверное. Так, ну все, мои. Ветер хороший, холодный, холодный ветер. Гон все продолжается, проверки все продолжается. Наверное, у меня не надо ходить. Там еще несколько штук есть для тех, которые чуть постарше, на месяц старше. Так. Гонор, вот этот твой летит. Вот этот твой. Ой, блин, холодно. Долго стоять не получается. Опять домой, опять... Пальцы замерзают. Пальцы замерзают. Пальцы замерзают. Все. Переделы здесь. Переделы здесь. И еще там летает на теку. Все, я утро, друзья, у меня холодно. А куда идти, то телесо не надо. Так, друзья мои. Уже дело к вечеру пошло. Это вот эти мелочевки, которые проходят очередную проверку. Проверку жесточайшую. Ну, сейчас я уйду, наверное, на улицу. И ветер, и снег, и копчик. Все на свете. Вот так. Здесь нет одного только шоколадного челенка. Ну, по-моему, пошли на посадку они. Нету шоколадного челенка. Потому что выпускала 15 штук. Тут 14. 15-го нету. И самое интересное, что он среди них самый старший. Вот этот шоколадный челенок. Это тот пескон, который еще летать не имели от старого челя. Я выпускал, вышел с улицы, выпустил. И они ночевали на соседской антенне, крыше. На следующий день, то есть двор не видели, но не пропали. На следующий день, когда отца выпустил, они прилетели к нему, чтобы он покормил их. То есть это, ну, сами понимаете, такую песку не имеет права пропадать. А вот придавить мог бы его копчик где-нибудь. То есть разогнать. То, что он ушел, упал где-то. Ну, прилетит, не прилетит. Не знаю, гадать не буду. Ну, должен прилететь. Потому что, ну, среди этих, скажем так, вон, не худший вариант. На мой взгляд. Понимаете? Ну, очень часто наш взгляд не совпадает с небом. Мы думаем, что это супер, это бомба. На самом деле все по-другому получается. Как бы. Ну, если прилетит, вы сразу же увидите среди моих голубей, этого голубенка. Ну, время у нас уже к вечеру идет. Уже шестой час. Уже пол шестого получается. Эти. А на них еще. Как бы пытаются, пахтят. Эх, и на хвост пытается пахтать. Тот пескун один в один, как его дед. Один в один. Сейчас деду покажу. Надеюсь, что не будет две одинаковых таких. Вот что прилетело. Не будут две одинаковых таких. Значит, нету. Где-то. Вот от этой голубки. Вот от этого голубя. Шоколадный чель. Это старый чель. И дочка шоколадного голубя. Дочка, дочка. Ну, где же он находится? Что-то я не вижу. А вот он. Вот один в один. Ну, этого на ноге. Красно-желтые кольца. А у того, черные. Это сине-желтые кольца на ноге. То есть, тоже на левой ноге. Ну, прилетит-прилетит. Нет, не прилетит. Ну, мы же должны делать выбор. Понимаете? Ну, то, что я не видел ничего. То, что были атаки. Было много копчиков. Было-было-было-было. Это факт. Ну, я сам ничего не видел. А если не видел, значит, не знаю. То есть, время покажет. Взял копчик его. Кошка взяла. Ну, по крайней мере, я не видел, что на него была атака. Потому что, второе, они попёрли. Я сказал, что три пескуна, они постарше. Двое ша здесь. В общем, вот и вон. Ну, как бы вот так. Появится, покажу. Ну, так. Ну, это для Ганели. Я сейчас покажу, чтобы угай было. А, вот далее ванной. Сегодня весь день я их отдыхать не давал. Весь день такой ветер. Сам отдыхал. Эх, дергал, ходил домой. Выходил, если кто-то сидел, опять дергал. Ну, только так. Пытаются их бить уже. Приворачиваться. Вот, долго начал. Вот этот ямарский вообще. Вот этот ямарский, который сейчас снял. Это ямарий, который выпрыгнул. А, это вот этот. Ну, что-то такое проскачет. Я даже не понял. Какой ветер, вы видите? Хороший ветер. Такой. Неплохой. Ну, и жалко. Вот так. Попотарм. А, я дискинар. Всё. Эх, специально, специально сегодня до последнего. Обесилил, чтобы посмотреть, что получилось. Ну, получилось нормально. Ладно, удачи всем. Смотрите, друзья мои, как ворон уносит. Ветер как уносит ворон. Вот такой ветер. Они тоже пулей сейчас не тают. Это ворон, говорит, сорок. Вот он. Ну, сильный ветер. Хороший ветер наверху. Просто уносит. Эх, просто уносит. Они даже держаться не получается у них. Вот. А это швиттик, это яйца. Видите? Всё, бабу, пока не вижу. Ну, такой неплохой ветер. Как торпеды тоже пошли. Но они пошли по направлению ветра. И против ветра по направлению. А эти летали против направлению. Видите, как их уносит просто. Ветер ту сторону вам флаг показывает. И вот пули прямо проскакивают. Как истребители. Ну, все, будет очень заново.